Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Тодора Драйзера «Финансист». И в то же время это будет последним выпуском видеоблога за последние два дня. Десятным выпуском этот раз. За последнее время. И теперь будет долгий перерыв, пока я не прочитаю роман Тодора Драйзера «Титан». И не расскажу о нем тогда, когда его прочитаю. Так вот, «Титан» — это продолжение «Финансиста». Это вторая часть трилогии Драйзера. Трилогии желаний, так называемой трилогии, о Франке Кауперлуде. В гениальном финансисте, биржевике. Роман «Финансист» описывает его жизнь в Филадельфии, когда он стал невероятным, глубоким, так сказать, талантливым маклером. Смог обогатиться в годы биржевого паники, но при этом перед этим разорился и был даже в тюрьме. Так вот, если вы хотите узнать причину всевозможных финансовых кризисов, не только современных, но и прошлых, то вы должны порчать эту книгу обязательно. Вы поймете, что граница между законными спекуляциями и биржевыми махинациями очень зыбка в капитализме. Что на самом деле вор и преступник, и биржевой маклер талантливый очень часто это один и тот же человек. В этой книге вы узнаете всевозможные биржевые операции, всевозможные спекуляции, подноготные спекуляции. Вы узнаете о том, как создаются деньги, о том, как они создаются из ничего, о том, как деньги текут. Если вы смотрели фильм «За отмениями» и «Акеляшин» вы помните сцену на бирже, о том, как она прерывается, неожиданно минуты молчания, как весь этот хаос прерывается и оканчивается какой-то период. Это невероятно глубокая сцена. Так вот, то же самое и здесь. На бирже, если вы когда-то видели, как работает биржа, невероятный хаос, это ужас, это кошмар какой-то, это какое-то безумие совершеннейшее. Вот люди там работают, зарабатывают и живут, часто обогащаются в годы биржевой паники, в периоды, когда всё падает вниз, они обогащаются. То же самое происходит и в этом романе. Герой, обогатившись, наконец-то, в годы биржевой паники 1873 года, уезжает из Филадельфии в Чикаго. Это уже начало романа «Титан». Здесь же он пока работает в Филадельфии, помогает своему отцу, банкиру, Генрика Оперовудову. Здесь он работает и борется с дельцами, которые держат себе, так сказать, в своих руках жизнь всего города. И вообще тема коррупции, того, что коррупция проникла сверху донизу, потому что она пронизывает совершенно всё, от суда и до тюремного назирательства. У Драйзера описано смертной глубиной. Невероятно талантливый перевод Волосова, который переводил также и Гения, был опубликован ещё в 1928 году. Ещё давным-давно это перевод, который я не уж не знаю, каким образом переводчик достиг такого уровня, но все эти махинации, все эти спекуляции, просто как у Толстого, разложены совершенно без подтекста. Как, так сказать, на ладони всё это разложено, разобрано на части, всё это видно. Как он это смог сделать, как он смог это перевести, я не знаю. Потому что сложнейший текст, совершеннейший экономически, сложный очень текст в плане экономическом. Потому что всё это описать, всё это расписать, я уж не знаю, кем надо быть, чтобы всё это понять. Мне очень много было непонятно, так же по фильме «Грана помижения» в своём недавнем «Оскаровском номинанте», который описывает механизм финансового кризиса 2008 года. Во многом он пересекается с этим романом. Вообще, почитайте этот роман, чтобы понять, из чего происходят кризисы вообще. Что это хроническая болезнь капитализма. Что они, так сказать, трясут капитализм как постоянно, как кашель, как бронхит, как что-то такое, что от чего никуда не деться. То, что постоянно его сопровождает. Как некий хаос, некая неравновесность. Это проблема рыночной экономики вообще. Вы хотите, если вы хотите понять, как работает буржуазная экономика, то почитать этот роман совершенно необходима. Именно биржевая сфера это некое сердце капитализма. Там всё происходит. Там финансисты управляют деньгами, они управляют ресурсами. Там они действуют совершенно интуитивно, совершенно непонятно, какими-то совершенно непонятными методами. И вот, чтобы это всё понять, необходимо прочитать эту книгу. Я вам советую прочитать. Конечно, образ Фрэнга Каупера такого невероятно стоического, монументального человека, спокойного, ничего не боящегося, которого даже тюрьма не поколебала. Ну, конечно, тюрьма – это одно название, там были всякие удобства у него. Но, тем не менее, его ничто не может поколебать, ничто не может его согнуть, сломать, и он постоянно идёт по жизни. И даже о Дюктер, который там описан, его драматическая история. Не так, не множество Дюктеров, не множество всяких персонажей, не множество всяких любовных историков, гений, а лишь одна любовная история. Но, тем не менее, даже она здесь описана как некое вспомогательное средство для описания жизни и работы Фрэнга Каупера. Всё это переплетается в некий единый узел. И читателька невероятно интересна, на мой взгляд, очень захватывает это всё необходимо прочитать тем, кто интересуется механизмами функционирования буржуазной экономики, в первую очередь, каких-то интересуется сердцем буржуазной экономики, тем, как оно дышит, просите, как оно бьётся, как оно работает. Вы хотите, если это узнать, то нужно прочитать эту книгу. Но, тем не менее, эта книга, в первую очередь, о меньшанце, о том, кто попирает мораль, о том, кто считает, что мораль – это то, чем руководствуются слабаки, то, чем руководствуются слабые люди, а он сильный человек, и он живёт по принципам «Мои желания прежде всего». Главный девиз фронта Кауперова из одной книги в другую. Я считаю, что книгу надо прочитать, и вам, я считаю, будет это интересно. До свидания.